Всем привет! В эфире очередной выпуск интеллектуально-развлекательного шоу «Клевер», где три лепесточка, три ведущих, Кристина Илья и Кристина, всегда дополняются прекрасным гостем. Кто сегодня пришел к нам, Илья, расскажи. А сегодня у нас в гостях известный благовещенский дизайнер и хороший человек, Настя Никитина! Настя, привет! Настя, мне кажется, что дизайнер должен понимать людей как никто. Вот есть такие люди, которые приходят и говорят, я хочу, чтобы у меня было дома красиво. Все такие. Все так приходят практически без исключения. Ну мы просто научились уже эти вопросы задавать правильно. Иногда идем от обратного, не спрашиваем, что нравится, а спрашиваем, что не нравится. Тут полегче тоже становится. А иногда просто по взгляду человека понятно, что ему нужно? Без слов. По внешнему образу, может быть. По радиусу. Он только зашел бы ему сразу. Хлоп! Готово. Золотой унитаз. Нет, чаще всего только через рот, только разговором можно понять, что человеку нужно. Кстати, это все, да, можно в этой жизни понять? А вот есть какой-нибудь интересный такой, необычный пример? Вот в благовещенский пришли, что-то заказали, что-то такая вот это задать. Ну, да нет, такого пока не было. У нас еще, мы ждем своего такого какого-то бешеного или сумасшедшего проекта. Нет, нет, у нас как-то получается, что люди идут на то, что нравится нам. Не знаю, наверное, повезло. Поэтому чаще всего у нас какой-нибудь такой современный минимализм, какие-то чистые пространства и вот это вот все такое. Но вообще много сейчас людей обращается? Да, потому что, чтобы было классно дома, нужно все продумать и... Это значит, что вы молодцы или люди ленивые, не хотят сами думать? Не, 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 это значит, что люди молодцы, что они с умом подходят к организации своего пространства любого. Достойный ответ. А мы сегодня с вами будем молодцы? Надеемся, надо проверять, да? Да. Поэтому мы переходим сразу к первому раунду, к первому вопросу и надеваем на ушечки. Правила игры. Трое ведущих и приглашенный гость отвечают на вопросы. Они могут совещаться, обсуждать и показывать пантомиму. Обговаривать участники могут как сам вопрос, так и ответ на него. Осложняется задача тем, что игроки друг друга не слышат. На них надеты наушники. За каждый выигранный раунд команда получает по 15 секунд дополнительного времени для финального испытания. Удачи! Все готовы? Я готова. Погнали. В какой мир можно окунуться в Доме народного творчества или острова в городе Благовещенска? Вопрос. Давай. Это не скажем. Развыночный вопрос. Какой мир? Мир. Большой. Это название какого-то магазина. Корова? Магазин. Мир. 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 Большой. Детский мир пишите. Ты не знаешь. Детский. Маленький. Детский. Мир. Большой. Детский. Маленький. Маленький. Эмбрион. Маленький. Эмбрион. 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 Настолько максимально сильно поставила этот вопрос у меня в тупик, что я тоже в шоке, на самом деле не пугайся. Я вот так просто за вами не знала. Все, что ты услышала, ты можешь написать, попытаться продумать, какой мог быть ответ, потому что даже я его не знаю. Первый вопрос всегда разминочный, и сегодня он именно такой. Кто что видел? Я буду максимально... Настя, не экономь? Эмбрион. А, надо что, надо чтобы было видно, конечно. Ладно, я в следующий раз. Я говорю, все разминочное. Я сначала видела корову, кассету, живот, пузатых маленьких гулливеров. А я... Буду. Все, я видела все. А ты? А мне бы казалось, что ты показывала какой-то большой то ли пик, то ли пир, то ли большой, что-то маленькое. Маленькое. И большой мир. Ну вот мир я поняла. А потом у меня. Ребята, я вам сейчас прочитаю вопрос, и уж не судите строго. Тихо. Что здесь беременность была? Я сказала, ты щитик в детский. Да, детский мир. Детский мир. Ну, типа... Вот это было, я думаю, что это рюмка, что-то про что-то. У кого что? У меня это дети, у кого-то это рюмка. Маша? Маша? Да. Я тебе дети же показывала. Я сейчас... Кто не знал, дети, это вот так выглядит. Я сейчас вам прочитаю вопрос, а вы уж не судите строго, потому что не знаю, кто из вас знает ответ на этот вопрос. В какой мир можно окунуться в Доме народного творчества или островах города Влаговещенска? Какой explain? Мир шопин? Ты серьезно? А ты? В Доме народного Творчества? Да. Вот меня смутило, что в Доме народного творчества... Ну там... А, эта results. Мы тебе потом покажем их пальцам цвета. Там же ремесленники, ну, в Доме народного творчества у нас ремесленники... А! Мир кино... Ну, про мир кино! Подожди. Дом народного творчества. Какой дом народного творчества? Нет, это дом офицеров Российской армии. Там кино, это Дом народного творчества. А у ДНТ, да, это он и есть. Тихо там же сейчас не показывают в кино. показывают показывают года полтора я решила что магазин я решила что идет речь о каких-то магазинах я вспомнила единственно что я знаю с миром детский мир искал детский мир я детский мир и написал детский мир я написала пир 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 не было так ладно я буду я же не мог написать эмбрион а мог ну дети 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 кино мир кино ладно в общем это был разминочный опять поэтому да надеемся что в следующий раз все у нас получится погнали ко второму вообще личности действительно то что услышал тот то и написал тот значит и правильно все поехали назовите фамилию гонщика которая стала синонимом быстрого или скоростного подвождения шума хер шумахер шумахер машина прям быстро по прямой шума хер шум шумахер шума хер шума хер шум шум футбол Шумахер! 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 Шум! Шум! Водитель! Формула-1! Формула-1! Водитель! Быстрый! Шумахер! Я не понимаю этого! Ну ты понятно, я понимаю, что ты! Я не понимаю, что ты! Кто ты? Что ты? Что? Получилось! Подождите! Ты что видела? По губам я видела урбанизм! Думаю, дизайнер у нас здесь! Нифига себе! Ты думаешь, что он знает такое слово? Я верю в него, на самом деле! Урбанизм, но потом он перестал клеиться со скоростью! Вот это вот! Добойщик! Почему вы все на Формуле-1 решили, что они там взлетают? Кто-нибудь из вас видел? Они быстро едут! Да мы вот так! Мы показывали тебе гонку пытались! Вы показываете гонку, показываете Формулу-1! Я говорю, что Формула-1 понятно! Вы мне продолжаете вот это показывать! Потом я тебе начала объяснять фамилию через другие показатели! Самый известный! Да, человек дорогой! Назовите фамилию гонщика, которая стала синонимом быстрого или скоростного вождения! Шумахер! Шумахер! А, мы угадали все? Да! Стоп! А вдруг нет? Шумахер! Ура! 15 секунд! Ой! На какое транспортное средство копил герой песни Халли-Галли 15 лет? Когда мне было 15 лет, я копил на новенький... МОПЕД! МОПЕД! МОТОЦИКЛ! МОПЕД! МОТОЦИКЛ! МОПЕД! Это ответ? МОПЕД! 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 Ты поняла? МОПЕД! МОТОЦИКЛ! НЕЕТ! МОТОЦИКЛ! 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 Мопед! Крис, когда мне было певно... Да, 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 да! Мопед! Мопед, да, да, мопед! Она поняла давно! О, я сразу поняла! Скажи, у меня чудесный рот? Да, красивый. Продемонстрировал. Я сразу, короче, Кристина читает вопрос. Я читаю по губам какой и дальше не понимаю. Но потом она начинает, мы играем в музыкальные квизы, и у нас есть правило, допиваем до припева. И я вот смотрю, что Крис прям вслух поет какую-то песню, вспоминая какой-то ответ, и потом говорит нам ответ. А какой? Подожди! Тихо, а есть песня с этим словом? Конечно! И ты ее знаешь великолепно! И ты ее даже поешь! Офигеть! Кстати, ни разу не пел! Пел! Я только слово поняла сразу! Я сейчас поняла, что ты пела, и потом я вспомнила, как у тебя шевелись гулы. Вначале вот это было, ты песню пела, правильно? Да-да-да! И разу не пел. На сцене не пел. На сцене, может быть, и не пел. Я же не утверждаю, что Илья спела эту песню на сцене. Так, ладно, что мы у нас за слово? Что за вопрос? На какое транспортное средство копил герой песни Хали Гали в 15 лет? А мне было 15 лет! Я копил на новенький мопед! Кайф! Я живу! Мопед! Ура! Еще 15 секунд! Жжем! И потом тоже переворачивать. И перевернуть. Окей. Бренд советских портативных игровых консолей. Игра. Игровая консоль. Плейстейшн. Сони. Плейстейшн. Джойстик. Игра. Игровая консоль. Джойстик. Игровая консоль. Игровая консоль. Еще одно слово. Второе слово. Как они называются? Игровая консоль. 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 И еще. Советский союз. Советский союз. Советский союз. Игровая консоль. Запомнили все? Игровая консоль. Стоп. Я надеюсь, что мы плодопонно пообщались. Эти гадные стоят, ничего не знают. Ну что? Это прикольно, что я вообще не знаю... Ответа? Да, потому что я не... А, то есть ты объясняла вопрос. Человек не того... Короче, нет, не то чтобы... Блин, ну ладно, короче, кто что понял. Ну понятно, ну понятно. Давай, напимай сначала. Так, ну блин, я не знаю... Да не думай! Все рожь я сейчас напишу. Смысл, что? Все, больше я даже вопрос толкну там. Ладно, ничего страшного. Да, у нас так полминуты, ничего страшного. Чекунки вообще. Тры-ты-ты. Мне принципиально важно. Ну давайте... Кристина, скажи, а что ты поняла? Я поняла, что Настя объясняла какую-то игровую консоль. Что-то там... Там было что-то про желтый цвет, нет? Игровая консоль. Потом в конце я почему-то слышала «Союз-1». Я не поняла, но что-то было с игровой консолью связано. Вот это есть слово, и еще есть другие слова в этом вопросе. Я поняла, я предлагала геймпад, но почему-то мне показалось, что ты показала, что типа игровая консоль, которая пишется через черточку, но я таких не знаю. Нет, нет, я имела в виду, что есть в этом всем еще игровая консоль, но она определенная, она не простая. А что вы их слышали и видели? Игровой автомат. Игровой автомат. Игра на PlayStation. Ну вот, это я пыталась объяснить, что консоль игровая. А там какая-то старая, старинная была? Да, да. А там так прямо и написано? Ну она не старая, старинная, она к определенному периоду относится просто. А как этот вопрос звучит? Уже читай, не томи, мне кажется. Читаем? Бренд советских портативных игровых консолей. Электроника которой? Да, скорее всего. Электроника, да. Ну где вы? Ну это наверное, этот. Волк с яйцами. Ну наверное, да. У меня такой не было. Нет, ну волк с яйцами, это как ловит с яйцами. Электроника? У меня не было такой. Не было такой. Нет, электроника же. Ты Тетрис фильм не смотрела? Ну Тетрис, я блин. Фильм вот недавно. Нет, я знаю, что ее изобрел нашу игру эту. Там как Элизабор. Я в самолете летел смотрел. Тетрис. Нет, нет, там как раз такие. Там, наверное, электроника, наверное. Электроника? Ну в общем, я просто написала игровая консоль. Советская игровая консоль. Я написала Steam Deck и игровая консоль. Я просто консоль. Ласта у вас. Современный человек. А почему вы? Ну вообще-то там из двух слов, из трех слов вы что-то, что могли написать? Какая-то игра, может быть, там игра и фильм. Ну кто-то ловит яйца. Давай посмотрим, как мы называем ее. Электроника, да? Электроника, да? Электроника, да? Электроника. Вообще, вы, конечно, молодцы. Ну ничего страшного. У нас есть целых 30 секунд. Я уйду с новым знанием. Чтобы поиграть тебе в нее, она очень прикольная. Так как вопросы составляем мы, иногда бывает, что мы никто этого не знаем. Ну что, мы заработали 30 секунд к трогательному раунду, предлагаю к нему и переходить. Итак, финальное испытание – трогательный раунд. Каждому участнику необходимо с закрытыми глазами на ощупь определить предмет, который лежит перед ним. Игроки могут обсуждать, что у каждого из них в руках. По истечении времени участники снимают повязки, читают вопрос и, не обсуждая, должны определить, как связаны все четыре предмета. Удачи! Ну что, раступаем, щупаем. Так, аккуратно щупаем и расскажем, что у нас там. У меня сосиска. У меня резиновые сапоги. У меня мишка плюшевый такой, кучерявый. Где у тебя сосиска? С мягкой попкой. У меня мотоцикл детский, игрушечный, маленький. У меня вот медвежонок. Теперь думаем. У меня сосиска. У тебя сосиски? Угу. Резиновые сапоги детские. У тебя резиновые сапоги? Да, не суть. Сосиска, сапоги, медведь, мотоцикл? Мотоцикл. Сосиска, мотоцикл. Сосиска, мотоцикл. Это не котенок гад? Это король и шут. Что? Что? Песни реально короля и шута. Мотоцикл, медведь, сосиска и что у тебя? Детский резиновый. А сапоги, сапоги, сапоги мертвеца которые. Тихо, про сосиску может там было тоже. Все меня называли сосиской. Точно, точно. Кто молодец? Ты молодец. Слушай, я бы не догадалась. Давайте еще подумаем. Подожди, мы сейчас еще подумаем. Это могут быть еще какие-нибудь другие варианты. Сосиска на тарелке лежала. Тарелку не считаю. Я помню. Вкусная была. Сосиски больше нет почти. Но ветчина была. Рубленая? Куриная. Так, а медведь у тебя игрушечный плюшевый. Игрушечный плюшевый, мягкий. Ну хорошо, еще варианты давайте попробуем. Я просто думала хоть котенок гав мультик что-нибудь там было. Мне кажется это сто процентов. Какой вопрос может быть тогда еще, кроме что просто кого решили? Аааа. Какой? Что объединяет? У них не было? Это не из одного альбома. Да. Это не из одного альбома. Нет, не из одного альбома. Снимаем масочки. Мау. Сейчас Илья нам прочитает вопрос. Ох, запах сосиски до сих пор витает. Ну, извините. Да. Тебе досталась самая вкусная, да? Да. Я переоблачусь обратно. Ну что, 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 что? Напишите. Название группы по представленным песенам. Да, вообще легко. Моя любимая группа была когда-то. Теперь у всех любимая группа. Теперь все. Заметили, да, как только про кого-то снимут фильм? Да. Да. И сразу начинают любить обратно этих исполнителей. Да. Такое у нас еще… А про Иванушек Интернешнл сейчас снимают, то есть Ожидают. Планируют, да. Ожидают. Скоро мы будем все тополины пух и прадут. Скоро мы будем все тополины пух. Скоро мы будем все тополины пух. Что такое? Что у тебя? Что у тебя? Что у тебя? Что у тебя нет странные? У меня все просто. Ну, типа до последних альбомов. Я в свое время начинаю вот так. Ну, слушай. У меня в свое время очень смешила песня «Арбузная корка». Она и трагичная, и очень смешная. Ну, это прям глубоко укопнуть. Ну, да, арбузная корка, да. Есть еще Екатерина, она тоже очень забавная. Она не такая известная. А еще вот эта песня про парня, который на дереве сидел. Как она? Наблюдатель. Екатерина еще, она из тех же очень забавная. Ну, мне нравится. Альбом «Кроторой сказки». Это мой любимый альбом, да. Ну, короче, более тонкие знатки, конечно. Ну, как, нет? Ну, как, арбузная корка — это прям тоже из таких, из глубин. Ой. Мало я известна. А вы не поверите. Король шут! О-о-о-о-о-о-о-о. О, да, надо кричать в такие моменты, потому что панк-рок-группа из нашего детства. Любименькая. спасибо большое вам спасибо огромное что пригласили это было прикольно весело и тупежно ты сегодня принесла нам удачу и мы хотим чтобы удача всегда была с тобой поэтому мы тебе дарим семена клевера для проращивания зелень говорят прорастить готова потом салатики она говорят очень вкусной пусть все семена будут 4 лисными спасибо большое у меня подружка любила гадать у нее кстати всегда желание сбывались на четырехлистном клевере так что это работает у меня нет это мне надо догнать ее спасибо и спасибо руководству и персоналу прекрасного хэрэспап за то что вы нас здесь всегда принимаете с улыбками и тепло спасибо спасибо большое и до встречи в следующих выпусках пока а